Когда-то он мечтал стать военным моряком, а вот сегодня бороздит бескрайние просторы культурологии и не дает потонуть в них многочисленным студентам. Это телепроект В стенах РГУ молодежный сленг не приветствуется, но когда студенты между собой называют своего преподавателя продвинутым, это определенно плюс. Только его лекции могут проходить где угодно и сопровождаются массой незнакомых звуков. Никогда не знаешь, какой предмет он достанет своего саквояжа в следующий раз. Вот, ну тоже, в общем-то, такие потрясающие впечатления у студентов, но мы же, в общем-то, я не просто из этих инструментов выдавливаю звуки, да, а вот берется предмет, и из этого предмета мы разворачиваем всю культуру. Ну это гавайская дудка, вот, и похожа на то, вот, как океан, когда шумит. Баночки из-под сметаны, знаменитая советская авоська, символ целой эпохи, одеколон лаванда или книга о здоровой пище. Все это и есть часть культуры, а сама культурология, как редкий деликатес, главное, правильный эффект нападать. Чем занимаешься, где ты? Я говорю, я преподаю. Следующий вопрос, а что ты преподаешь, да, вот это нормальный вопрос. Если бы я, например, говорил, что я преподаю физику, или я преподаю географию, вероятно, дальнейших вопросов никаких бы не было. Вот, но я говорю, я преподаю культурологию, или я преподаю культурную антропологию, вот, и после этого обычно расширяются глаза, и люди говорят, а что это? Да, что это? И зачем это? Вот, и я тогда спрашиваю обычно, есть время? Признаюсь честно, за время беседы с этим героем мы несколько раз прощались, убирали технические приборы, но включали их снова. Вот еще один культовый атрибут, характеризующий определенную кондицию – ходить под мухой. Скажите после этого, что культурология – скучный предмет. В мухе 20 грамм приблизительно. То есть ты выпил, и если это водка, да, ты немножечко согрелся, ну, совсем чуть-чуть, ты абсолютно не пьян, ты можешь работать, да, дальше, после обеда хорошо, ты точно не упадешь с крыши, потому что никак это не повлияло на твои двигательные, на все вещи. То есть вот быть под мухой – совершенно четкие корни. Елавушская муха. По сложном списке неваляшки тоже причудливо сплелись наука и сказка, чистая механика и загадочность многовековой легенды. Все с русскими ясно. Кто бы и когда бы русских не бил, вот, они могут упасть, а потом встанут. Просто вот символ феникса. Это американцы вот вытащили из этой темы. Александр Соловьев и сам очень любопытный герой для любого культуролога. Его прапрадед – знаменитый крупный конезаводчик и голова города Рязани Николай Игнатьевич Радзевич. Их родовое имение в Паграмово славилось чудесным парком, спускавшимся к реке. А два сверкающих купола на доме издалека привлекали внимание прохожих. Многие даже крестились, принимая его за храм. Именно при Николай Радзевиче в Рязани появились водопровод и электрическое освещение. Вдвое увеличилось количество школ. Были открыта городская бесплатная библиотека, амбулатория, ветеринарная лечебница и многое другое. Так что стремление сделать больше в их роду черта семейная. Нужно все время двигаться. Нужно что-то делать. И мне помогает все время моя молодая аудитория. Да что там студенты. Родная мама до сих пор не привыкла к методам преподавания своего сына. Я ей говорю, ой, мама, я завтра уезжаю. Вот она сразу первое слово – опять. Вот ее ощущение такое преподавательского труда, что преподаватель спокойно ходит в аудиторию, преподает. Вот у него есть занятия, у него есть четкое расписание. И, в общем-то, вот на этом как бы все заканчивается. Профессор кафедры культурологии Александр Соловьев из тех, кто любит студентов, нарушающих логику лекции, и бесстрашно внедряет в образовательный процесс социальные сети. В конце концов, трудно спорить с тем, что сегодня это неотъемлемая часть культуры. Вот эти новые медийные технологии, я к ним отношусь как к инструменту. Любой инструмент, мы знаем, да, вот можно топор использовать для того, чтобы построить дом, а топор можно использовать так, как его использовал Раскольников. Он уверен, чтобы оставаться нескучным, важно уметь постоянно жонглировать такими разными ролями, как преподаватель, наставник, соратник, друг и единомышленник. Для меня, если я куда-то еду, в какой-то город или куда-то за рубеж, я обычно всегда думаю о своей профессиональной деятельности. И фотографируя что-то, подбирая что-то, я держу в голове то, что я приеду и своим студентам обязательно это покажу. Как мечтал когда-то показать целый мир себе. Правда, тогда он искренне верил, что в этом деле без корабля не обойтись. Это была мечта на Химовском училище. Это удивительно. Она сохранялась, наверное, где-то до 15-16 лет. Потому что представление мое было такое, что только вот таким способом, это самый лучший способ увидеть какие-то пространства, увидеть какие-то заморские дали, поплыть за океан или поплыть по океану. Кроме того, был Жюль Верн, весь полностью прочитан. В какой-то момент он резко изменил курс на МГИМО, но тут впервые вмешалась мама. По ее представлениям, этот олимп был недосягаем. Сейчас я жалею, что я не попробовал. Я думаю, стоило, наверное... Обжечь и самому, вот получить этот венок самому, нет так нет. Да, наверное. Вот сейчас я уже думаю, что я бы это сделал, да, если была бы такая возможность. Спустя десятки лет одна картинка из детства до сих пор стоит перед глазами. Когда в доме дзеда, где высокие потолки, все семьей наряжают пушистую елку. Вот любовь к собакам, это тоже мое детство. И воспоминания о Новом Годе, это как раз елка, под елкой собачка, тут же я. Дед Александр Соловьева тоже был уникальной личностью. Правда, преподавал точные науки, физику, электротехнику и сопротивление материалов. Но вместе с тем был неплохим фотографом и трудился в реставрационной мастерской. Семья – это мое убежище. Семья – это люди, среди которых я действительно по-настоящему могу быть собой. С женой Татьяны они вместе уже 26 лет. Воспитывают двух дочек, маленького внука и еще одного полноправного члена семьи – Паниэля Графа, такого же активного, как и хозяин. Наверное, с похожим характером на меня. Вот жена все время говорит, что, ну, просто никаких не бывает случайностей. Вот собаки, вероятно, всегда находят свои хозяина. Все познается в сравнении. Он ведь и сам не думал, что по-настоящему проникнется культурой своей страны после работы в Штатах, вдали от есенинских просторов. Где под овации толпы не раз исполнит такие хиты, как «Крейсер Аврора» и «Беловежская пуща». Я видел, например, как люди сидели за столом где-то, американцы, и у некоторых катились слезы просто по лицу. И потом одна моя очень хорошая знакомая, американка, она подошла ко мне и сказала, никто не может так тосковать и грустить, как это делают русские. Я попал в штат Техас, в город Остин, и в течение года преподавал там в двух старших школах города, в государственных школах. Это ребята с 16- и 17-летнего возраста преподавал им русскую культуру и русский язык. И, в общем, это был просто тоже потрясающий опыт для меня. Символом которого теперь справедливо можно назвать настоящую ковбойскую шляпу. «Есть традиция на Новый год, перед самым Новым годом, мы на театральной выходим к елке, и это единственный раз в году, когда я легально и публично надеваю эту шляпу». А на вопрос, откуда она и из чего сделана, он снова готов вспомнить любимую профессию. Культурология – это ведь не учебник со скучным текстом, а история предметов, которые повсюду. И никогда не знаешь, куда заведут исследования. «Когда я работал на докторской диссертации, у меня возникли такие связи с квантовой физикой, например, и мне пришлось потратить достаточно большое время, где-то около двух, наверное, трех месяцев, чтобы разобраться, примерно разобраться в популярной версии квантовой механики, что она из себя представляет. И для меня очевидно, что это часть нашей культуры. Но есть определенные проблемы с моей профессией, и она очень такая интересная и, с моей точки зрения, смешная. Вот культурологу, например, очень сложно обсуждать, довольно сложно обсуждать проблемы физики, или, например, проблемы машиностроения. Но в нашей стране любой физик и любой машиностроитель может обсуждать со мной проблемы культуры». Правда, есть у культурологов и еще одна существенная проблема. Дефицит таких интересных и фонтанирующих идеями преподавателей, как Александр Соловьев, который хоть сейчас готов открыть музей советского быта или устроить театрализованное представление прямо на лекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова